Hi всем, с вами Старков. Сегодня я решил запилить обзор на машину Бонго в Димлитинг Дебри 3. У меня достаточно долго не выходили новые обзоры на машины в Димлитинг Дебри 3, поэтому сегодня рассмотрим Бонго, а в следующие дни мы можем рассмотреть более разнообразные машины. А перед началом ролика короткая рекомендация. Ребята, я бы хотел вас пригласить в беседу Неон, которая находится в группе ВК. Беседа просто так не создана, она при этом ещё настроена, можно посмотреть погоду, онлайн, всё что угодно, но не расширена в формате. Но в этом-то не суть, самое главное, чтобы в этой беседе были люди, которым можно было пообщаться хотя бы каждый вечер. Мы делимся разными картиночками, мемами, советами, а иногда мы просто так дурачимся. Но иногда я могу попросить помощь в новой ролике у подписчиков, и это очень мне помогает. И вы тоже можете общаться, делиться картинками и делиться новыми идеями для ролика. Чтобы присоединиться, вам не нужно никаких прав и особых талантов. Просто можете впуститься вниз по описании и нажать на эту ссылку, и вы сразу окажетесь в этой беседе. Ссылку на мою беседу и группу я оставляю в описании. Приятного просмотра. Итак, эта машина переднеприводная, и у неё двигатель находится впереди. Класс демо и гонки у неё с С. Я не знаю, что это обозначает, но это как-то связано с управлением. На внешний вид достаточно заслуживает почёта, но минус в том, что это хэтчбэк, и она даже в дебри не особо подходит. Давайте подробнее разбираться. Стоит на нём деревенский четырёхцилиндровый гоночный двигатель. Но в этом случае она неплохо разгоняется, поворачивается и максимальной скорости добывается. Она где-то 200 км в час максимум гонит. И это, я вам скажу, неплохой результат для такого машины. Тем более, если двигатель стоит от Lanvo. Ну а Lanvo вообще полный приют на машины, это другой разговор. Детальки из этой машины тоже хорошо разбиваются, но они больше держат, чем другой какой-нибудь хэтчбэк. Более, больше. Потому что это, если перевернуться, то она ещё будет целая немного. А вот если там погонять ещё и перевернуться 2-3 раза, то в такое состояние превратиться. Даже вот эта штука не слетает. Я вообще в шоке. Теперь посмотрим, что у нас за ездят вообще. В заезде она показала охуительный результат. Первое место, как всегда, ну смотря какой водитель ещё. И теперь давайте посмотрим, какой же отрыв у этих пидоров. Ну всё понятно, второй отстал на 16 секунд. Давайте теперь потестим её в гонке на выживание. Ну вот тут я как раз и говорю, что она не подходит для дебри. Также она неплохо газует по песку, земле, траве и другой поверхности. Ну вот, ребята, всё, что я хотел рассказать об этой машине, я рассказал. Но я вам должен кое-что сказать. Два будущих ролика я неизвестно когда выпущу. Потому что один ролик я готовлю секреты и посылки в Демлитин Дуби 3. А второе я не могу сказать. Потому что это будет для каждого игрока очень золотым роликом. Потому что можно с помощью этого ролика сразу все тачки прикупить. Если нормально там всё смотреть. Я и не имею в виду то, что это баг или что-то подобное. Но просто это обучение к игре. Поэтому вы можете написать секреты, которые вы увидели в этой игре в комментариях. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк. Ну и подпишись к каналу. Почему? Потому что я тебя попросил. С вами был Старко. Всем до новых встреч. Всем пока.